Сборная России по пляжному футболу в последнее время самые высокие цели в себе стоят. Что касается чемпионата мира, чемпионата Европы, который пройдет, точнее, европейские игры. Новый формат, но какие надежды у сборной? Новый формат соревнования, наверное, скажу так, что это как я сюда приехал на гонки. Я никогда этого не делал и с другой стороны посмотрел на это серьезное дело. На таком соревновании мы еще не были. Это не только футболисты, это разные виды спорта, куча спортсменов, твои соотечественники. Я, честно, всегда болею за любой вид спорта, за Россию, потому что я русский. И так и должно быть с каждым болельщиком-спортсменом. Это правильно. И здесь будет русская олимпийская деревня, мы будем жить все вместе. Я не очень себе это представляю, потому что этого никогда не было. Надежды. Всегда надеемся и делаем все для этого, чтобы занять первое место. Потому что кроме этого места для спортсмена не должно быть другого. Это максимум, это вершина. И для пляжного футбола, в частности, это следующий шаг к вступлению в олимпийскую семью. Потому что мы на европейских играх, как пробник, что ли, я не знаю, как правильно сказать, мы не в олимпийской семье, но мы участвуем там. Это для нас следующий шаг, этап. И должны показать, что это зрелищно, красиво, и что мы подходим под формат олимпийских игр. Я, в свою очередь, как спортсмен, я еще являюсь послом этих европейских игр. Большая честь. Я, Илья Леонов и Антон Шкарин из нашей команды. Это двойная нагрузка. Но я понимаю, что спортсмен не принадлежит, он должен нести массы. Прежде всего, потому что профессиональный спорт профессиональным спортом. Но всегда база – это любительский. И обычный обыватель, болельщик. Именно для этого спортсмен и играет, для людей. Что касается конкуренции. Насколько они серьезные, там будут конкуренты. И по составу нашей группы, кто у нас самый главный соперник? Каждый соперник. И прежде всего, зависит от того, как мы настроимся и как мы сыграем. Очень большая доля в этом. Каждая команда, я говорю, потому что это 8 сильнейших команд Европы. А из года в год мы сталкиваемся, играем друг с другом. Практически досконально знаем друг друга. И, наверное, в этом и заключается суть этого соревнования. Но если все-таки определить, может быть, какой это соперник для вас особенный, принципиальный? Нет, честно, никогда не разделяй, это неправильно. Хочешь быть чемпионом, нужно выигрывать у любого соперника. Хорошо, но тогда если возвращаться к календарю, с кем вы первые играете? Честно, не помню. И, наверное, это к этому же разговору. Неважно не из-за уважения к сопернику, а из-за того, что я узнаю, против кого играть, ничего не поменяется. Надо выигрывать. Хорошо, но если забежим вперед, если у вас будет, например, бронзе или серебро, это положительная результат? Для меня нет. Надо ставить максимум, а там как ляжет, скажем так, фишка. Как бог даст. Хорошо, но последнее тогда, после европейских игр, я насколько понимаю, вы не остановитесь. Будет еще более масштабное соревнование, чемпионат мира. Вот там что будет у вас? Там будет чемпионат мира. Это на данный момент реально вершина в пляжном футболе, официальная, под эгидой FIFA. И Россия является двукратным чемпионом мира. И нужно третий раз стать чемпионом мира. Это очень важно. Ну, важно выигрывать реально. Чувствуете силу, что можно такой хитрик? Нужно, я сказал бы даже, да, обязательно. Без этого, без уверенности, но не самоуверенности, никуда не деться. Такие соревнования случайно нельзя выиграть. Тем более сейчас, и опять же повторюсь, что пляжный футбол – это уже, наверное, профессиональный вид спорта, это не любительский. Один-два человека в нем не выигрывают, выигрывает команда. Федерация, команда, страна – тут все взаимосвязано. Начиная от болельщика, продолжая спортсменом, доктором, тренером и заканчивая федерацией, страной. Спасибо. Все? Спасибо.